здравствуйте с вами снова александр я хочу сегодня вам рассказать о новинке от компании joy модель называется bold это кресло категории 1 2 3 с 9 месяцев до 36 килограмм то бишь до 12 лет вот сегодня вам расскажу покажу что она себя представляет как им пользоваться и посмотрим как его крепить как сюда сажать ребенка вообще в принципе все что нужно вам знать о нем я вам сегодня расскажу вот вот как она выглядит можете его визуально оценить сразу хочу заметить что в комплектацию входит подстаканник и подстаканник не одно название нормальный глубокий подстаканник видите кулак туда заходит чтобы . валится не будет и этот подстаканник можно крепить с двух сторон казалось бы фигня в детском кресле но из своего опыта вот у меня дочка постоянно у нее бутылочка воды она хочет пить пожалуйста всегда рядышком не нужно ее там сумку пихать куда-то еще это на самом деле мелочь но очень важная мелочь которую я вот оценил бы по всей на все сто процентов соответственно что кресло из себя представляет ну естественно пока ребенок маленький мы используем пятиточечную систему ремней вот эти ремни ремни здесь очень хорошие здесь на обратной стороне одна из лучших наверное фишек они подобную систему здесь видите на обратной стороне не скользящая такая типа резины она тоже разное бывает где-то просто какая-то резинка так себе а здесь прям вот ну вообще никак как как будто тут клеем намазано я к тому что вот это вот поверхность состав вот именно этот он очень хорошо в дтп удерживает ребенка в ремне поэтому вообще круто это вот в дорогих креслах бывает так вот коим джой не является цена средняя ссылку в описании добавлю постарадите посмотрите вот поэтому очень достойно что в этой ценовой категории именно вот такая система пятиточечная система ремней используется где-то до метра роста может там 97 98 вы поймете когда ребенок уже помещаться не будет вы демонтируете ремни сажаете ребенка взрослого и крепите взрослыми ремнями для того чтобы прикрепить взрослыми ремнями естественно нам понадобится ремень здесь сверху есть красный вот вам видно красный направляющий в которой мы продеваем ремень и когда мы продели ремень мы смотрим если у ребенка ремень идет от плеча на грудь не горло плечо грудь вот тогда уже спокойно мы демонтируем ремни и едем вот с таким ремнем со взрослыми так давайте сразу покажу с этими ремнями все понятно как пользуется любой разберется так давайте посмотрим большие ремни как пропускаются здесь вот с этой стороны вам видно есть тоже специальный направляющий ремень пропускаем обязательно проходит здесь вот видите оба ремня вот один естественно здесь вот так же 2 а верхнюю часть ремня пропускаем верхнем направляющим он там такой зигзагообразный поэтому до конца давили и он не выскочит все вот так вот ребенок крепится уже взрослый вот это в двух словах как крепить самого ребенка теперь давайте о самом кресле поговорим отстегиваем как ребеночка крепить мы с вами разобрались для совсем маленького ребенка здесь есть мягкий вкладыш который легко очень демонтируется отсюда вот этот вкладыш все когда ребенок подрос мы его просто достаем и здесь высвобождается очень много пространства кресло действительно не маленькая вот вы видите очень много места поэтому это полноценная и два-три категория тоже с учетом того что видите очень большой диапазон регулировки подголовника и пока еще ремни эти используются вы видите что удобно регулируется вместе с ремнями не нужно там их высовывать там фигней страдать ничего такого не происходит соответственно в этом плане разобрались что касается комфорта ребенка отсюда вам виднее здесь можно у нас вот так наклоняем конечно же многие родители говорят о этом чё за наклон хочется лежать нельзя лежать когда ребенок едет лицом вперед это небезопасно поэтому больше чем здесь но бывает там чуть-чуть может быть больше но в основном это вот стандарт вот такого наклона задача чтобы у ребенка голова вперед не падала а он облокотившись хорошо отдыхал здесь с этим все нормально я считаю может кто-то не согласится но я считаю что вот это вот удобное положение теперь сильные стороны этого кресла это кресло системы изофикс сейчас мы все это вот вам отсюда будет виднее система изофикс и система нормальная с жестким железным полноценным таким доментальным изофиксом вот нажали рычажок он выехал соответственно это не все здесь также есть и система якорного ремня про якорь я вам в обзоре на другие кресла очень много уже говорил это система которая необходима для верхней точки крепления кресла изофикс крепить снизу нужно еще чем-то крепить сверху соответственно здесь для этого есть якорный ремень в автомобилях он если седан за подголовником в остальных типах кузова это на задней спинке сиденья обычно или где-то там еще можно найти этот крючок для него по длине он регулируется под любую машину будет легко настроить соответственно все понятно так здесь единственная вот якорь не буду устанавливать то что все равно не увидите поэтому вот на изофикс мы крепим вот и пользуемся не забываем опять же про якорь но если вдруг в автомобиле нет изофикса тоже по большому счету не беда здесь есть возможность прикрепить это кресло и ремнем тоже единственное что сама проводка этого ремня здесь не самое удобное потому что не очень удобный доступ имеется в виду к задним проходу вот для ремня вот вы видите с этой стороны вам видно приходится вот так вот пропихивать пропихивать после чего мы ремень достаем вот и проводим наверх нижний ремень у меня вот с этой стороны а верхней соответственно ушел наверх это если у вас вдруг машине от изофикса также вы можете параллельно с изофиксом с якорным ремнем и ремнем еще обычным пропустить хуже от этого точно не будет можете делать не париться вот единственное что вот в такой системе здесь нет таких вот красные бывают такие зажимы натяжители так называемые ремня то бишь если я сейчас отстегну от изофикса она будет чуть-чуть и лозить вот плохо что здесь нет вот этих вот натяжителей ремня в некоторых других моделях они присутствуют и в этой ценовой категории тоже но здесь из минусов отмечу их нет вот поэтому как есть так что касается тканей у джой компании ткань наверное назову это как знаете минимум который бы вы хотели видеть в кресле она не самая вот супер там приятная но достаточно износостойкая и тактильно главное не раздражать нормальная ткань в принципе все хорошо и чувствуется что она реально износостойкая да и из опыта уже давно не продаются и простернули она как новое поэтому плане ткани здесь все хорошо так в принципе по безопасности на краш тестах в краш тестах на адаке вы его не увидите там его нет может быть его еще нет я не знаю будет ли она или нет но обязательный краш тест естественно пройдены и здесь установлены все системы безопасности которые установлены и в креслах например трансцент у них есть со столика модель все те же системы кроме столиков систем безопасности имею ввиду что и в моделях которые прошли кросс тесты и получили отличные оценки например вот этого система она guard surround safety называется у джой это система которая гасит энергию удара при боковом дтп здесь это тоже есть поэтому я уверен что по безопасности быть не хуже топового просто видимо еще не тестили вот принципе добавить мне по креслу больше нечего все что хотел вам рассказать рассказал и в двух словах мое мнение джой отношусь вообще замечательно отличный бренд недорого относительно естественно и очень безопасно качественно вот за эти деньги что они продаются но придираться но вообще не стоит но это и продажи показывают вот в мире автокресел наверное лидерами являются но не совсем но одни из самых продаваемых кресел в принципе поэтому это о многом говорит и при выборе детского кресла универсальной категории я недорого я настоятельно рекомендую обратить на него внимание но действительно удобно и мы мерили детей смотрели всем нравится вот принципе добавить мне больше нечего если это видео вам было полезно интересно ставьте пожалуйста лайки подписывайтесь на канал обязательно подписывайтесь на канал это очень не помогает делать для вас новые обзоры и большое спасибо миру автокресла за предоставлены кресла на обзор а вам хорошего грамотного выбора кресла для вашего ребенка до свидания